Здравствуйте, дорогие друзья! В этой недельной главе ИТРО очень много говорится в одной из заповедей «Не будет у тебя богов других перед лицом моим». То есть заповедь идолопоклонства. Любой сегодня мыслящий человек думает, ну, настолько это ли важно сегодня. Увлечение идолопоклонством исчезло из мира, в общем-то. Казалось бы, никто в современном обществе не верит в поклонение Солнцу, Луне, Камням, или еще чему-то, но это только кажется. По сути, идолопоклонство в том виде, в котором оно практиковалось, не было заменой веры в Бога. Просто такое маленькое, знаете ли, дополнение. Люди еще в первом поколении, поколении Эноша, верили в реальность Создателя, но полагали, что Творец доверил некоторым своим помощникам какое-то влияние, там, Солнцу что-то немножко. Они видели, что Солнце способствует росту растений. Думали, что оно думает, вот этому дам немножко, этому чуть побольше. Поэтому начали поклоняться Солнцу. Вот этот вид идолопоклонства до сих пор никуда не исчез. Сегодня об этом говорят так. Я нашел самого, я знаком с министром каким-то. Я нашел лучшего адвоката, он решит все в мою пользу. Я договорился там в полиции, они все договорятся. Я к специалисту номер один не беспокоюсь теперь ни о чем. Но это написано, что это сегодняшнее идолопоклонство. Потому что в то время, как мы опять одушевленному или неодушевленному предмету, такому как Солнцу или даже человек, мы ему предписываем возможности влиять на нашу судьбу. Но Тора говорит, что каждое важное решение, которое принимает человек, врач, судья, там, я не знаю, кто-нибудь, политик, это решение принимается в высших сферах, в соответствии с планом, разработанным Всевышним. И только вот сверху, от духовности, проецирует на материальность. В то время, как человек внизу, это просто инструмент для выполнения того, что предписано заранее. Каждое мгновение творец заново придает мудрости сердцу врача, адвоката, политика, там, я знаю, суди или еще кого-то, в вашу или не в вашу пользу. Потому что таков его план, а не мы там о чем-то договоримся. В этом и заключается основной смысл нашей веры. Мы верим не только в то, что Всевышний создал этот мир, и что он вовлечен в процесс земных дел. А и в том, что никто не может поднять руку и пошевелить ногу без предварительного решения свыше. Написано, не упадет лист без решения свыше. Поэтому написано, свобода дана, но предопределено все. То есть верить в обратное, это один из видов идолопоклонств. Человек, который не ищет духовности, и бежит все время только всю свою жизнь за материальностью, он будет всегда ощущать пустоту. А в попытке заполнить эту пустоту, человек придумать будет себе уже ложные цели. Начинать служить им, тратя на них свое время, деньги, силы. Например, человек строит карьеру. Для чего? Чтобы добиться большей зарплаты и обеспечить свою семью. В это время он не уделяет время, ничего, семье, и семья разрушается. Что еще? Спортсмен 20 лет идет, надрывает здоровье к тому, чтобы прыгнуть на полметра вперед. Ну, можно говорить сколько угодно. Этот список продолжается без конца. В нем присутствуют разные варианты служения, но от этого ничего не меняется. Всех объединяет тот факт, что в какой-то момент средства становятся целью. На самом деле, это же все наоборот. Бог создал этот мир для того, чтобы мир служил нам средством, для того, чтобы мы построили себе хороший следующий мир. А мы взяли этот мир и делаем его окончательным. Вот здесь все в вагоне и проживем. Есть еще очень интересная вещь. Написано, что самое распространенное в сегодняшнее время вид идолопоклонства, это что? Гнев. В чем же связь между гневом и идолопоклонством? Какому идолу поклоняется гневающийся? Он видит самого себя в центре всего творения. Сам является идолом. А его гнев как бы служение идолу, потому что ничего себе, если кто-то его обидел или задел, вот проблема. Самая мистическая книга Кабал-Изаар пишет, что эти предметы, которых вот, например, человек взял и разбил, предмет в гневе, эти предметы считаются как бы жертвоприношением идолу, своему желанию. Понимаете, вот человек, который гневается, сказано, что все врата ада одолевают им. Заар пишет, что если человек гневался, он оскверняет свою душу настолько, что для того, чтобы ее заново очистить и отмыть, нужен неимоверный труд. Более того, Заар пишет, что своим гневом человек перечеркивает все свои заслуги, уменьшает их. Еще хуже, если человек гневается, в этот день его молитва не принимается. А Резаль, нет, подождите, давайте с Виталем. Хайм Виталь, крупнейший, там, каббалист, которого мы знали, писал, что его учитель Резаль обличал учеников за гнев и говорил, что гнев запятнать может больше, чем любые грехи. То же самое во всем мире. Все благородные человеческие начинания губят что? Идолопоклонство. Вначале прекрасную идею берут, какую-то хорошую придумывают люди, возносят ее на педестал, потом начинают на нее молиться, потом начинается жертвоприношение, вы же знаете, на алтарь победы. Любые изменения в нашей жизни должны быть сначала в духовном, а потом это повлияет на материальную. Если переставить местами, получается значительно хуже. Брахава от слоха всего самого-самого лучшего.